В Уссурийск приехали тэквондисты со всего края. Турнир в честь Алика Кима проводится ежегодно, уже восьмой раз. Алик Сергеевич один из тех, кто основал тэквондо ИТФ в Уссурийске и развивал этот вид спорта за пределами нашего города. Турнир начался с выполнения тылей, технического комплекса нападения и защиты. Тут строго соблюдаются скорость движений, правильность позиций и четкость ударов. И это далеко не все нюансы. Турнир состоят из движений, которые мы делаем с выдохом, обязательно с выдохом. Не будет выдоха, ты проиграешь. После церемонии открытия сразу бои. Более двухсот спортсменов разделились на категории по весу, возрасту и поясам. У нас как олимпийская система. То есть, вот, например, есть определенные категории возраста детей. Например, 12-14 лет вес до 50 килограмм. Там, например, там 10 человек. И вот первые 10 отбились, пятеро выходит в следующий круг. С этих пятерых кто-то один свободный круг. Таким путем отбора из группы выходит победитель, который и забирает первое место. Система оценок проста. Один балл за удар в верхнюю часть тела. Достижение цели в прыжке дает два очка. Три за удар ногой с разворота в голову. Бывает, когда просто два спортсмена ходят просто, не спаррингуются, не дерутся. И когда это протекается? Ну, либо ничья, либо до первого технического потом уже. Если несколько раз, несколько ничьей выставляют суди, получается, в суде встают. И кто первый нанесет удар, кто-то выиграл. Семен Беляев о ничьей даже не думал. Спортсмен одержал уверенную победу со счетом 3-1. При этом оппонент был выше и обладал более лучшей растяжкой. Что для Семы не стало помехой. Может быть, у него растяжка лучше, поэтому он старался носить удары в голову, но у него не лучше получалось. Общекомандный зачет в этом году организаторы не проводили. По индивидуальным результатам золотые медали сразу в двух дисциплинах получили уссурийцы. Егор Копка, Эдвард Карапетян и Константин Шевляков.